ЛУГАНСКИ 7 ИУЛЯ В деле о теракте, совершенном 7 июля 2017 года, Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики установлен и разыскивается мужчина возрастом около 50-55 лет. Водосы седые, небольшая щетина на лице, говорится в сообщении ведомства. Напоминаем, 7 июля в центре столицы ЛНР было совершено два теракта. В результате подрыва, начиненного поражающими элементами изрунного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла женщина, ранения получили пять человек. Второй взрыв, при котором пострадали два человека, произошел в нескольких десятках метрах, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого лица, обращайтесь в дежурную часть МГБ ЛНР по телефону. 0642-3451-64 072-100-3831 099-562-8902 Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение вести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. По словам секретаря ведомства Александра Турчинова, в первую очередь это коснется граждан России. Въезд на Украину по биометрическим паспортам, по словам секретаря СНБО, должен заработать не позже января 2018 года, но при готовности может и раньше. Как заявил Турчинов, такое решение принято для того, цитата, чтобы диверсанты, террористы, шпионы не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами. При этом, как сообщает Турчинов, Киев введет систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины. «Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации. То есть гражданин Российской Федерации, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД». В свою очередь, вице-спикер Государственной Думы России Ирина Яровая заявила, что подобными действиями Киев добивается в ответ запретов и ограничений для украинцев. Член Палаты представителей США Дон Байер предложил Конгрессу рассмотреть поправку в проект военного бюджета, запрещающую финансировать совместные с Россией группы по борьбе с киберугрозами. Байер назвал предложение Трампа сформировать такую группу с российским лидером Владимиром Путиным ужасной идеей. По его мнению, это якобы немедленно поставит под угрозу американскую кибербезопасность. Напоминаем, что Москва и Вашингтон в ходе встречи лидеров двух стран на саммите Большой Двадцатки условились создать совместную двухстороннюю рабочую группу по комплексу вопросов, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью и хакерством во всех его формах.